ребят всем привет вы смотрите новости тяжелой атлетики и в то время когда мы сидим в самоизоляции соревнований естественно никаких не происходит но спортивная жизнь продолжается проводится видеоконференции у федерации есть разные интервью решения чиновников и министерств а так как выпусков давно не было начнем с тех новостей которые касаются российской сборной и прежде чем перейти к самим новостям напомню что все новости можно не дожидаясь выпусков посмотреть на форуме сайта мир тяжелой атлетики вот так выглядит главная страница сайта а вот здесь вверху можно нажать на кнопку перейти на сам форум сайта и в самом форме если касается если вас интересует только новости в середине этого форма есть раздел который называется новости в тяжелой атлетике россии мира и здесь по разделам вы можете пройти в ту новость которая вас больше интересует переходим в раздел который называется новости о сборной россии по тяжелой атлетике и в первую очередь хотелось бы затронуть ту новость ей правда два месяца но она такая очень важная и затрагивает скорее всего уже многие слышали о таком турнире как путь к олимпу а этот турнир был создан в 2016 году ну не создана начал проводиться гераклеоном во главе еремина сергей александровича поддержку олимпийской сборной и на самом первом турнире выступала кандидаты и члены сборной которые должны были выступить на олимпиаде 2016 году и гераклеон решил ввести этот турнир в календарный план проведения российских соревнований как вы знаете просто так его включить нельзя только проведя через министерство но это не получилось сделать и есть интервью еремина сергей александровича по поводу этого события он разместил у себя на странице вконтакте и и продублировал дмитрий клоков то есть не верить этим людям я бы не стал это серьезные авторитетные люди которые просто так словами не бросаются вот что сказал сергей александрович главная причина отказа со слов тех кто присутствовал на этом заседании гераклеон не дает в тар провести аукцион по продаже оборудования для чемпионата европы в москве как относиться к этой мелкотравчатой месте агапитова как относиться к любым действием персонажа который кроме презрения ничего не заслуживает обманом и предательством стал временным обманом и предательством был избран обманом и предательством управляет если можно назвать управлением процесс в котором этого этот деятель принимает участие только со знаком минус для спорта и только для собственной корысти помимо этой информации кстати есть еще и не менее важное интересное но я остановился только на самом турнире пути олимпу чтобы акцентировать внимание именно на нем потому что получив статус всероссийских соревнований вы все понимаете то что это помогло бы многим спортсменам получив командировочные приезжать на эти статусные соревнования я был на них не один раз и действительно они происходят очень грандиозно на высоком уровне и это очень хороший вклад и шаг для развития и популяризации тяжелоатлетики в россии есть интервью главного тренера женской сборной геннадия никанова про татьяну каширину ее степень подготовки в чемпионат европы татьяна каширина на кубке россии показала тот норматив который надо было подтвердить для участия в чемпионате европы она четко сделала 6 подходов как на тренировке этого результата и хватит для того чтобы выиграть чемпионат европы но татьяна может на чемпионате европы поднятие больше чем на кубке россии в санкт-петербурге пика формы спортсмена должна достичь на олимпийских играх в токио и всем интересно узнать как продвигается восстановление артема акулова есть интервью тренера мужской сборной олега писаревского где он говорит артем акулов уже приступил к тренировкам составе нашей команды раньше он проходил процесс восстановления и мы постоянно брали его на тренировочные сборы мы надеемся что в чемпионат европы он наберет очень хорошую форму мы рассчитываем что артем обязательно выступит на чемпионате европы и накануне проведения чемпионата европы который был состоят должен был состояться в апреле за месяц до проведения соревнований когда не было еще никаких самоизоляций тем более никакой информации о том что возможно соревнования будут откладываться за месяц до соревнований дмитрий берестов разместил список сборной россии которые будут участвовать в этих соревнованиях и потом я видел по моему на сайте федерации тоже был этот список но прочитаю тот который разместил берестов буду весовой категории не буду называть буду от маленькой весовой категории к высокой перечислять среди девушек заявлены панова надежда соболь кристина новицкая кристина ершова светлана чё ольга козлова александра шайманова наталья кондрашова я на рамон романова анастасия пасхина ксения рязанова дарья каширина татьяна среди мужчин гораев зульфат петров сергей яркин вячеслав гец виктор чепик роман акулов артём хугаев хитак купцов георгий кибанов александр бочков родион на нефти мур и савчук антоний как видим акулов уже включен в этот список сборной будем рассчитывать что все эти спортсмены смогут удержать свою спортивную форму на высшем уровне и в том же составе выйти помост чемпионата европы осенью есть информация и про алексея ловчего причем из его уст а где он говорит что восстановление после операции на локте проходит в плановом режиме и он рассчитывает к осени набрать хорошую форму не забывал возобновить выступление а вот что он сказал восстановление после операции проходит нормально все идет по плану и даст бог скоро я вернусь в бой пока торопиться некуда что-то загадывать не хотелось бы но надеюсь что к осени мне удастся набрать хорошую спортивную форму я планирую осенью возобновить выступление но и опять же касаемо чемпионата европы который принесен на осень есть вероятность что алексей лучше как раз сможет восстановиться и выступить на этих соревнованиях а если интересно как алексей ловчев проводит свое восстановление вот что он сказал сейчас я делаю дома специальные упражнения восстановительный процесс проходит успешно начал потихоньку тренироваться делаю все что возможно в таком состоянии сижу на самоизоляции как и все остальные спортивный зал в моем родном карабанове закрыты но у меня дома есть свой зал я восстанавливаюсь четыре с половиной недели я вынужден был носить лангетку потом полторы недели провел на реабилитации в цветов москве к сожалению из-за крона коронавируса мы вынуждены были прекратить процесс но за это время мы добились полной амплитуды движения руки болевые ощущения все исчезли отечность ушла рука полностью работает все нормально не могу сказать что корона верну значительно помешало моему восстановлению все остальное уже было сделано а вот как сейчас проводят свои тренировки татьяна корширина со слов личного тренера владимира красного решение о переносе олимпийских игр на один год мы с татьяной восприняли также как и все ведь она от нас не зависит и мы ничего изменить не можем теперь уже ничего не поделаешь конечно сейчас нам тяжело тренироваться индивидуально татьяна занимается индивидуально в подвале дома у нее есть штанга но не все упражнения можно делать какие упражнения доступны те и выполняем и есть видео с одной такой тренировки она и она есть это видео есть в интернете я по-моему видел ее в контакте на страничке это видео не размещено в ютюбе поэтому разместить на сайте мир тяжелоатлетики я не смог они стал но посмотреть смог так что если интересно я думаю что пройдя в профиль татьяна коршириной можно посмотреть это видео и вот что сказал главный тренер мужской сборной олег писаревский по поводу подготовки спортсменов сборной россии сейчас в условиях пандемии закрыты все залы и спортсмены сборной тренируются домашних условиях ребята присылают мне видео сюжеты о своей работе и я доволен тем как они ответственно относятся к делу каждый из них изыскивает любую возможность для того чтобы поддерживать себя форме никто из них не отдыхает кто-то притащил штангу к себе во двор частного дома или смастерил там помост а кто-то тренируется с ней прямо в своей квартире а кто-то занимается в гаражах сварив стойки для штанг все спортсмены в сложных сегодняшних условиях не находят пути продолжать тренироваться а не сидеть сложа руки все они профессионалы и я доволен ими и последняя новость в этом выпуске информация о чемпионате европы который должен был пройти в апреле потом в связи с ситуацией коронавирусом эти сцену они были отложены на июнь и далее исполкомом международной федерации тяжелоатлетики эти соревнования были отложены на октябрь-ноябрь это в случае улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса и есть вот последняя информация с информационного портала риа новости где они ссылаются на источник это европейская федерация тяжелоатлетики где указаны новые даты чемпионата европы это 31 октября и 8 ноября на этом все это были все новости о сборной россии всего хорошего до новых встреч